В правительстве области обсудили вопрос готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. В нашем регионе не стали дожидаться сильного понижения температуры. Тепло стало поступать в детские учреждения и больницы гораздо раньше. Однако не везде батареи стали теплыми. По подключению объектов в социальные сферы у нас выделяются Гавпосадский, Ивановский, Ильинский, Паликский, Родниковский, Савинский и Южский район. Уделяется не в лучшую сторону. Прошу у тех, кого я перечислил, и у которых стоит либо подключено ноль на состояние на 17 часов вчерашнего 29 сентября, либо подключение сегодняшнего дня. Отнеситесь к этому серьезно. Я надеюсь, что вы ваших детей любите так же, как и мы. И давайте, чтобы они все-таки в детских садиках не мерзли. Также не во всех квартирах области стало теплее. Из 513 котельных 10 еще не запущены. По разным причинам. Планируется за последние, ближайшие два дня уже завершить все необходимые работы, мероприятия. То есть это у нас завершение технологического присоединения двух источников урона и завершение небольших работ на других 8 теплоисточниках в муниципальных образованиях региона. По оперативным данным все работы будут завершены завтра к вечеру. Каждый год в преддверии отопительного сезона актуальным становится вопрос задолженности жителей управляющих компаний за поставленные ресурсы. Общая сумма долгов ресурсоснабжающим компаниям в регионе достигла 4 миллиардов рублей. Причем треть от этой суммы, по предварительным данным, вряд ли возможно взыскать. По результатам анализа причин увеличения долгов четко прослеживается отсутствие активности у ресурсоснабжающих организаций в проведении какой-либо претензионной исковой работы. Учитывая неплатежеспособность определенной группы потребителей и понимая возможность признания задолженности нереально к взысканию, предприятия рискуют не только дестабилизировать свое финансовое состояние, но и войти в процедуру банкротства. Возникшие проблемы коммунальщики и ресурсоснабжающие компании постараются решить. В целом ситуация с началом отопительного сезона, по мнению вице-губернатора Александра Фомина, складывается гораздо лучше, чем в предыдущие годы. На сегодняшний момент в регионе нет населенных пунктов, где жители могут в холодное время остаться без тепла. 1 октября батареи должны стать теплыми во всех, без исключения жилых домах, детских садах и школах.